Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с четырех до пяти. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 22 марта. Будет 2023 среда. И сегодняшняя программа в основном будет посвящена экономическим моментам. Хочется немного отвлечься от политических. Хотя все, конечно, связано. Вот. Начнем мы с неожиданного победителя в гонке между Америкой и Китаем. Я расскажу, кто это. В экономическом, на самом деле, плане. В плане инвестиций. В плане потенциального развития и появления нового экономического большого рано или поздно центра. Когда-нибудь. Ну, точно когда-нибудь. В ближайшее время это уже произойдет. И я расскажу. Интригу подвесим. Вот. Это первый момент. Второй момент. Завтра день гнева во Франции. Поэтому Макрон сегодня выступал там на центральном телевидении. Закидывал некоторые удочки. Интересно. Я расскажу об этом. Подумаем, удастся ли ему предотвратить завтрашний день гнева. Хотя вряд ли удастся. Но как-то его может быть. По крайней мере, нейтрализовать чуть-чуть. Увидим. Вот. Это вторая часть нашей повестки. И третья. В завершение. Обещанный вчера Афганистан. Тоже достаточно разговор связанный с экономикой. Несмотря на то, что там много и религиозных моментов должно прозвучать. Но все равно в итоге всего этого, в конце всего этого экономического развития. Вот такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать, задать ваши вопросы. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает во всех наших городах вещания. На Аппликейшн iHeart, Аппликейшн Руис и Радио. Везде в нации. 347-46-0-877. Все, кто смотрит меня на YouTube, подписывайся на канал. Там можно со мной вступать в коммуникацию, кстати. Комментировать, спрашивать. Я стараюсь отвечать либо там, либо в программе потом. Те, кто слушает меня на самом кладке, учтите меня в Facebook, Twitter. Задавайте ваши вопросы там. Потому что, естественно, это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну, для того, чтобы противостоять Китаю, нужно многие вещи делать в экономическом плане. Для этого, кстати, надо иметь место, в которое можно инвестировать, и где есть несколько условий. А дружеское правительство, которое не окажется потом под санкциями, потому что глупо было бы, на самом деле, наверное, инвестировать огромные средства, строить заводы, использовать очень наукоемкие технологии. И потом вдруг окажется, что все это надо закрывать, потому что страна, оказывается, не хочет соответствовать ПАКС Американой, не хочет идти в фарватере нашей внешней политики и вообще, или там, публично высказываться в поддержку наших недругов. Ну, разные же бывают вещи, да? Поэтому нужно выбирать такого партнера, который сочетает в себе множество факторов. Во-первых, да, должна быть желательно. Представляете тебе такую страну, которая как бы еще демократия, типа, да, чтобы не было претензий, чтобы не слушать критику разных всяческих организаций, о том, что вот, тут там нарушаются права человека, чтобы права человека не нарушались. Например, да, сейчас я с американской позиции рассуждаю. И чтобы было достаточно большое количество рабочей силы, чтобы правительство понимало важность инвестиционного процесса и соблюдало все нормы, как бы, западного рынка в плане охраны, права инвестиций, их собственности, как бы, не ущемляло инвесторов, чтобы рынок был открытым, и чтобы он оперировал по законам, как бы, рынок положено, без излишнего государственного регулирования, то есть, с каким-то, да, чтобы были там налоговые льготы, естественно, чтобы был доступ к ресурсам очень большой, и чтобы было много энергии и всяких разных материалов, которые необходимы для того, чтобы делать большие, серьезные современного мира заявкам, отвечающие производство. Какая-то страна, скажите, как его зовут? И это Канада, оказывается. В результате американо-китайского противостояния пока что главным победителем вырисовывается Канада. Почему Канада? Огромная территория, очень большие ресурсы, дешевое электричество, правительство понимающее, да, то есть почти многие вещи, из тех, которых я перечислил вы, чтобы еще раз это не повторять, есть в Канаде. Единственное, есть некоторые моменты, да, население Канады не очень большое, при ее огромной невероятной территории, если вы смотрите на карту, она правда очень большая. Вот, а заселен как бы по-настоящему нормально, как бы плотно заселен только участок, соединяющий США и Канаду, правда вдоль границы в основном в всем населении находится. Есть как бы население и глубже туда, но его значительно меньше там, там плотность населения значительно ниже, это я имею ввиду. Но, в принципе, также у Канады еще некоторые преимущества, она включена, она входит в то, что раньше называлось NAFTA, American Free Trade Agreement, да, сегодня это называется, я не помню, как это называется, при Трампе они переподписали этот документ, полностью его переделали, и теперь это как бы США, Канада, Мексика соглашение, что-то такое, то есть есть соглашение с обоим торговлей внутри Соединенных Штатов, внутри североамериканского континента, и страны между собой, как бы распределяя производство, разделяя труд, достаточно спокойно продолжают торговать, и даже в пандемию, кстати, эта трамповская сделка устояла, кстати, одна из заслуг бывшего президента, он настоял на правильном договоре, намного лучшем, чем тот, который когда-то подписал Клинт. В общем, Канада оказалась удобной, правительство понимающее, что инвесторам нужно дать определенные льготы, учитывая, что вообще налогобложение в Канаде не низкое совсем, и Канада ближе к социалистическому идеалу, чем остальные страны североамериканского континента, налоги высокие, там бесплатная медицина, там много чего есть того, что есть в Европе, например, поэтому Канада, для того, чтобы привлечь инвесторов большое количество, помимо политических причин, экономических причин, внешних нужны были еще как бы налоговые определенные льготы, это легко можно было сделать, что и было сделано, и в итоге удалось, да, удалось. Огромная вереница компаний потекла в Канаду сейчас, опять же, диверсифицируя свое производство. Некоторые в основном сделали это, потому что вложения в Китай становятся опасными, чем дальше, тем опаснее, потому что куда заведет противостояние между США и Китаем, не совсем понятно, и, как говорил наши военные, крупные, большие военные, типа Марк Милли, при последствии, что рано или поздно возможность военного конфликта между США и Китаем существует, и только нарастает со временем, и видим риторика, на самом деле, лучше не становится, вот, и последние тренды, все взяв в расчет, выгоднее вкладываться туда, где точно не будет, как считают инвесторы, проблем и с климатом, и с санкционным давлением. И Канада в этом плане идеально подходит, она член Большой Семерки, она ближайший союзник США, она член НАТО, при этом инвестиционное, автомобильное, например, производство, давайте начнем немножко цифр, до пандемии был момент, даже до пандемии, даже чуть раньше еще, был момент, когда Канада производила 3 миллиона автомобилей, и было трудоустроено на ее территории 175 тысяч человек в автомобильной отрасли. К этому лету прошедшему Канада выпускала всего лишь миллион 200 тысяч автомобилей, и трудоустроено было 110 тысяч, 110 тысяч человек, то есть падение автомобильного производства, многие это связывали с ужесточением конкуренции, с достаточно большим налогообложением, то есть много причин, по которым это происходило, но не было такого активного американо-китайского противостояния, и не было еще тогда бума на электромобиле. Сейчас как бы есть несколько факторов, которые все вместе соединившись, дали возможность за последний, короче, год только инвестиции в канадскую экономику, были 12 миллиардов долларов, именно в индустрию, в добывающую отрасль, в автомобилепроизводящую отрасль, то есть в автомобилестроение, за то же самое, да, американская экономика, которая превосходит канадскую в 12 раз, в 12 раз, инвестиции составили 39 миллиардов долларов, в ту же самую отрасль, да, в автомобилестроении, можете себе представить, разница, да, насколько больше американская экономика, то есть на какой, на самом деле, огромный поток инвестиционный пришел в Канаду. Компании разные, компании, которые пришли в результате этого, ну, самое главное, как бы, открытие, это завод, новый завод Фольксвагена, который начинает строиться по производству батареи электрических, это будет, скорее всего, самый большой завод, который Фольксваген за все свое существование построил за границей, по производству батареи для электромобилей. Опять же, несмотря на то, что план нашего президента был, который зашел в структуру, Build Back Better Plan, да, инфраструктурный билл, который предусматривали, два этих законов, которые Байден провел в течение последних, последних двух лет, в которых он находился у власти через Конгресс, которые, кроме того, что покупая американское, также должны, по идее, стимулировать производство компонентов для электромобилей, и дать покупателю, короче, заинтересованных, чтобы электромобили покупать, давать ему специальные скидки, преференции для производства электромобилей производителям. В общем, все это вместе сработало, потому как достаточно большая часть средств помогает потенциально, которые будут на это потрачены, и, опять же, достаточно высокая цена на бензин с момента прихода к бане на класть и подъема цены на топливо, естественно, все это вместе спровоцировало достаточно серьезный рост производства электромобилей, и самое главное, не только производство электромобилей, но и планы больших компаний потихонечку уходить от автомобилей внутреннего сгорания, и несмотря на то, да, теперь некоторые моменты, несмотря на то, что автомобиль, производство электромобилей значительно менее трудоемкое, в смысле, количество рабочих, которые нужны, чем производство автомобилей внутреннего сгорания, все равно количество будет, скорее всего, таким, по крайней мере, пока так это выглядит, что, да, разница будет, понятно, что, как бы, заводы, автомобильные предприятия, которые будут строить на канадской территории, может быть, они будут меньше трудоустраивать людей, чем раньше, чем когда-то, В годы его золотого рассвета доустраивал Детройт, да, Детройт Где General Motors, Ford и Chrysler Производили автомобили Но в любом случае, все равно количество Количество автомобилей произведенных И батареи произведенных Для этих автомобилей Это будет таким, что оно как бы скомпенсирует эту разницу И все равно остается очень выгодно Опять же, надо понимать, что Так как канадское население не очень большое В сравнении В 10 раз меньше, чем американское То примерно, даже чуть больше, чем 10 раз То Это хороший знак для всех С одной стороны, явно будет ощущаться нехватка рабочей сил И для того, чтобы этой рабочей силы Было больше, да, мы смотрим как бы вперед на 5-10 лет И для того, чтобы этой рабочей силы Стало больше, для всех наших Слушателей за границей, которые нас сейчас слушают Идея иммиграции в Канаду Станет, иммиграция в Канаду Станет не такой, как бы, недостижимой Сегодня Канада требует для иммиграции к ним Заполнять определенные анкеты И считает по баллам Выгоден ли этот иммигрант Канаде или нет Нет, так как в Америке Америка принимает, как бы, всех, да Независимо от того От их возраста От профессии От навыков Америка принимает всех Ну, кому-либо удается сюда попасть Либо удается подать эти Выиграть батарею Неважно Канада по-другому Нужно набирать баллы Если не ошибаюсь, так же работает Австралия Мэри Систом, так называемый И так же работает Новая Зелая Не знаю, как работает ЮАР Ну, ЮАР уже, как бы, не часть сегодня Этой системы Теперь Канаде придется это пересмотреть Потому что, если строится такое большое количество предприятий А, правда, большое Очень многие компании заинтересовались вложениями в Канаду И уже эти вложения сделали Правда, с помощью государства Я об этом сейчас еще скажу Но Помимо Фольксвагена Так же Дженерал Моторс Да Будет Возвращает свое автомобильное производство И, скорее всего, электромобили будут производить в Канаде Так же Стеланис Эчви Стеланис Эчви Мишелин Бразильский Добывающий концерн Вейл И Риотинта Его конкурент Да, те, которые обогащают Дженерал Руду Короче, которые Занимаются добычей железной Добычей и обогащением железной руды А БАС Который ушел из России Ему где-то надо, как бы, теперь Эти производственные мощности возмещать Пришел в Канаду тоже И планирует очень большие серьезные инвестиции Как бы тут еще Я сейчас вернусь, как бы, к теме Рабочей силы иммиграции Но Простите Надо еще понимать, что Канада имеет еще некоторые моменты Очень большое количество элементов Таблицы Менделеева есть на ее территории Может не так, как в России Но есть Кобальта, например, очень много Одно из крупнейших в мире Предприятий по добыче и обогащению Есть в Канаде Есть источник дешевый И возобновляемой энергии Что, опять же, идеально подходит Для адженды Канадского сегодняшнего правительства Это зеленые адженды Трюдо, да И для американской зеленой адженды, кстати, тоже Вот же есть гидроэлектростанции Которые Дают Достаточно дешевый Достаточно дешевый источник энергии И возобновляемый источник энергии Теперь Воды и ресурсы присутствуют Поэтому первое, как бы, место, куда Вольфсваген приходит Это Онтарио В 120 милях от Детройта На северо-запад Там будет Там будет Завод Вольфсваген, например Короче, во многие места Опять же, близко границы Пока, ну, рано или поздно Это пойдет вглубь Канадскому правительству Пришлось для этой цели Снизить налоги специально И поучаствовать, кстати В финансировании этих проектов тоже Например Стелантис Вместе с Южнокорейской компанией Пытаюсь найти Как она называется LG А, это LG Да, это бывший Голлстар LG Energy Solution Они строят на 4 миллиарда Завод по батареям В Индзоре, Онтарио Например Прямо напротив Детройта И это совместное предприятие Будет называться Nextar Energy Оно будет трудоустраивать 2,5 тысячи человек Вот им Канадское правительство Тоже еще дало По-моему, миллиард долларов Для того, чтобы Канадских долларов Миллиард Это 732 миллиона американских Да, для того, чтобы они могли Для того, чтобы они могли Это все делать И дало им такс брейк Что самое главное Освобождают их На какое-то время У меня нет деталей Насколько Но освобождают их От достаточно высоких налогов Которые в Канаде существуют Что тоже очень важно Просто как долго Эти налоговые льготы Будут действовать И насколько компания успеет Ну, наверное, все, ребята Посчитали Бизнес-планы же были И главное, что все предсказуемо И почти что нулевая коррупция И все прозрачно Государство как бы взрослое И можно делать разные вещи И атмосфера для бизнеса Как мы понимаем Очень хорошая И это Для западного мира Как бы, да То есть для тех Кто разделяет американские ценности В данном случае, да Говорим таким языком Потому что это Потому что это сегодня Опять оказывается важным, да Та идея, которую Китай несет в мир Про то, что Страны, которые недовольны Существующим мировым порядком Могут спокойно рассчитывать на Китай Дружить с Китаем Сотрудничать с Китаем И при этом получить достойный уровень уважения Мы никому ничего не навязываем Идеальный, кстати, подход Для мультиполярки Да, идеальный подход Он не совсем подходит для нас Для Америки Которая продолжает видеть себя гегемоном И как бы все те, кто хочет продолжать Наслаждаться бенефитами Бреттон-Вудского процесса Идеально наслаждаться Не сталкиваясь ни с какими санкциями И американским противодействием Да, то есть Наслаждаясь Свободным финансовым Как бы Хождением Работая с долларом Спокойно, без нервотрепки Ставаясь частью свифта То есть все те бенефиты Которые западный мир Как бы предлагает При этом могут найти Вот нашли отдушину Для инвестиций В Канаду Теперь там Да, можно все это делать Опять же Человеческими ресурсами Канаде надо уже заниматься сегодня Если она планирует Такое увеличение своего производства Это для Канады Будет огромным бустом Но ей надо пересмотреть Миграционную систему Чтобы люди могли приезжать И рабочая сила нужна К нам тем более Специалисты будут нужны Естественно В 30-миллионной стране На такой огромной территории Их будет явно не хватать Вот Ну и надо пересматривать Многие еще другие вещи И рано или поздно Для Канады Канад будет разрастаться Население начнет расти И в конце этого пути Там через 50 Там 30-40-50 лет Если все это дело прокрутится Так У Канады Значит те же самые проблемы Как у всех остальных Развитых стран Которые принимают инвестиции В большом количестве В общем Это еще все впереди Но сам по себе Факт того Что появляются такие места И на североамериканском континенте Не может не радовать Ни Канаду Ни Мексику Ни США Все должно радовать И раньше допустим Да Доступил момент Какой-то На каком-то этапе Наступил момент Что Пришло автомобильное Привозство из Канады Уходило Обычных автомобилей Слишком дорогая работа Дорогой труд Большие пенсионные отчисления Большие налоги В Мексику перекочевали Где все то же самое Как бы Только значительно дешевле А продавать все равно можно На континенте И в Америке И в Канаде И в Мексике Без теченьких таможенных пошлин Без теченьких таможенных барьеров И пограниц Границ же нет Де-факто для бизнеса И это Сегодня потихонечку Будет меняться Вот Канада Опять становится Привлекательным местом Я к тому что Есть развитие здесь Если отвлечься Как бы от конфликтной ситуации Иногда Некоторые конфликты Глобальные Помогают другим Для того чтобы они могли Спокойно развиваться Да как например Давайте приведу пример Где это еще мы раньше встречали Испанская экономика выиграла От Первой мировой войны Все проиграли Но испанская экономика Выиграла Да Испания В принципе как государство Не участвовавшая В Первой мировой войне Выиграла Потому что Она в ней не участвовала И опять же Там можно было Спокойно заниматься Разной коммерцией И так далее И так далее Ее экономика росла И к 18 году Испания подошла В очень неплохой форме Например Вот мы видим Что в итоге Из-за всего того Что происходит Где-то Где-то Колбасит все Где-то рынки Сотрясаются Где-то Кровь естественно Где-то стрельба К сожалению Где-то кошмар А Канада Будет потихонечку Развиваться И наслаждаться Как бы Всеми теми Кто бежит И от конфликта И от санкционного давления И ищет стабильного места Да то что называется Safe heaven Это Вот я вам хотел Немножко просто Этим разговором Отвлечь Но и обрисовать перспективы Опять же Это хорошо для всех Потому что Потому что Любое производство Которое еще при этом Опять же В процессе Как бы производства батарей Наверняка Большое количество Производства батарей И разные компании Будут их производить И понятно Само по себе Это химическое Часто химическое Производство Оно Не может быть Совсем экологически Безвредным Но Все таки Современные технологии Обращают внимание На то чтобы Не сильно уж загрязнять В общем все выиграют Потому что сегодня Да я тут посмотрел Цены на Теслу Они просто невероятные На самом деле Если не ошибаюсь Модель Y Стоит 80 тысяч И это Ну многовато Честно говоря Для автомобиля Который достаточно скромный Внутри По своему комфорту Минималистичный Давайте скажем так То есть там может Есть все что надо Но есть некоторые моменты Которые в Тесле Хотелось бы улучшить Если честно Вот И цена Это на мой взгляд Не соответствует тому Сколько на самом деле Дом стоит автомобиль Я могу себе представить Чтобы такая машина Стоила 50 тысяч долларов 80 это многовато И вот наверное Чем больше будет Разных других электромобилей Да Тем лучше будет Для всех Потому что цены В итоге на эти машины Будут падать Это очень хорошо Это то как работает Свободный рынок Да Давайте значит Мы сказали это все Давайте начнем Французский разговор Попробуем его потом Закончить уже В следующем сегменте Вы знаете что Завтра во Франции День гнева Уже вообще Очень часто Последнее время Вы видели как Макрон обошел Парламент Несмотря на то Что когда он избирался На второй срок Он говорил что Он не будет править Юпитериански Это означало как бы Так Немножечко Олув Извините опять за это Заимствование за это Короче Не будет так Отстраненно И свысока Управлять А будет добиваться Всех решений Посредством Консенсуса В парламенте Вот он благополучно Нагадил на голову Этого консенсуса В парламенте Простите за это Жесткое выражение Тем что принял Эту реформу Способом Который по конституции И было можно Ее делать Да так можно поступать Было Напомню что Барак Обама Когда победил В 2008 году И в 2009 зашел на позицию Он тоже обещал Что Обама Керметицинскую реформу Будет проводить По тестам Консенсуса В Конгрессе Но когда он понял Что то что ему Предлагают республиканцы Чтобы этого консенсуса Достичь А у него было бы Что в обеих Палатах парламента В тот момент Первые два года То что они ему Предлагают Уничтожает реформу То есть сводит на нет Все как бы Самые главные цели И задачи Которые он планировал Этой реформой А как только Он это понял Все Все вопросы консенсуса Были отставлены в сторону И просто Простыми УИПами УИПы это те люди Которые в палатах Организовывают Голосование За адженду Как бы необходимую Чтобы все члены партии Фракции Как бы демократов Например Голосовали одновременно Правильно Так как надо Такой человек Называется УИП И в общем УИПы его в Демпартии Если не ошибаюсь Уже тогда Нэнси Пелоси была Да Четко совершенно организовали Вот тогда у нее Выработался этот невероятный Навык организовывать своих В общем Точнее не выработался А она смогла его применить И приняли Большинством И в палате Представителей И в Сенате Обамакин прошел Но с тех пор Оппозиция То есть С этого момента Закаменела Партизанское То есть да Разделение на республиканцев И демократов Со всем И стороны стали Друг с другом Прямо воевать Это вот с этого момента Произошло Не было до этого войны Обычно всегда находили Компромисс Ходили через Айл Вот примерно Такая ситуация Теперь происходит Во французском парламенте Единственное что Там он просто Удалось Он просто наплевал На парламент Он просто провел Эту реформу Без участия парламента Через Executive Order Да это называется Здесь президентский указ Решение правительства Так называемое Да и президентский указ И вот он Выступил с интервью На центральном телевидении Сегодня Для того чтобы Завтра попытаться Не то что предотвратить День гнила обещанный Но По крайней мере Как это может быть Снизить его напряжение Об этом дальше В следующем сегменте Бутик Политик Сказал Как обрезал Добро пожаловать Бутик Политик Часть 2 С вами Кирилл Затов Сегодня 22 марта Года 2023 Среда Пока во Франции Постараемся Быстенько сжато Значит Сетап Два После проведения Через статью Конституции Позволяющую правительству Привести пенсионную реформу Без участия парламента Такая реформа Была проведена И соответственно Начались демонстрации Каждый день Сжигают мусор Потому как Разу начали бы Вставать работники Юрисанитейшн Департамента В разных городах Ключая Париж Представляете Что такое горящий мусор Не очень приятно И запах И как бы И вид И вообще Для самого туристически Посещаемого города в мире Это не очень хорошо Не помогло Пока Реформа на столе Как бы Так считают Протестующие Сегодня Макрон выступил Перед на французском телевидении И сказал что Между Полами И Краткосрочной перспективой И Важным И интересом страны Я выбрал интерес страны Что в принципе Правда Так оно и есть Учитывая что Ему уже не переизбираться Как я понимаю Больше Это ему последний срок И Правда Несколько лет впереди еще Но это последний срок И Это пятилетний срок Раньше по 7 лет Французские президенты Служили Если не ошибаюсь При Сарказе Уже стало 5 И все Из этого момента 5 Теперь Макрон Пообещал Что он Подсластить пилюлю Да Чтобы протестующие Хоть немножко поняли Что Не все так плохо Он говорит Что я заставлю компании Да То есть они Мы будем В новых Фрагментах Новых законов Обяжем их поднять Зарплату там Где она совсем маленькая Да Заставим их больше Давать бенефита Своим работникам Чтобы эта работа Два года больше А мы говорим Штат 2 на 64 Не такое уж большое Увеличение Пенсионного роста Правда Но Понятно Кто бы мог Подумать В принципе Что Оно понадобится Так быстро Но понадобилось Вот Что вот Мы сделаем так Что мини-системы Короче там Где Наиболее Не доплачивают Мы заставим Как бы поднять зарплаты Опять же Государство Начинает в этом плане Регулировать И таким образом Пытается Это каким-то образом Подсвастить протестующим Протестующие Их лидеры этого протеста А завтра Самые главные протесты Корее всего Франция просто парализуется Вот Они не будут успокоены Никакими этими обещаниями И Как бы противостояние Будет продолжаться дальше Прогноз На самом деле Неутешительный Для французской экономики Из-за этого Но Я не могу себе представить Что Макрон отменит Пенсионную реформу Или какие-то важные Ее позиции Отыграет назад Я думаю Что дело это уже сделано Уже слишком много Поставлено на карту И терять лицо Макрон Не готов В этой ситуации А протестующие Будут протестовать И это все Приводит Францию В очень неприятную позицию Вот Потому как Когда стороны Не хотят Не могут Или не хотят И не могут договориться Это Не оставляет Никакого шанса Ни той ни другой стороне Кто-то должен будет Проиграть А проиграть Никто не хочет И это конечно печаль Вот Поэтому если вы думаете О поездке Например во Францию То в ближайшее время Не знаю Насколько это Действие Сейчас пока Вот такие протесты Идут А правда А вдруг Вы из аэропорта Не сможете уехать Например Что вполне возможно Дальше Про Афганистан Очень кратенько Когда Полтора Там года назад Афганца Талибан Пришедший Вернувшись К власти Вернул свою Сигноча По политику Да О том Что начиная с Миддлскул Только в начальной школе Могут девочки учиться Дальше Нет Уже Секендерискул Нет Как бы Уже все То есть Немножко Могут учиться В начале А потом Уже нет Полный запрет Они ввели И Настаивают На этом запрете На официальном уровне По крайней мере Они думали Что это будет Не так сложно сделать Как на самом деле Оказалось сложно сделать Потому что Все таки 20 лет Талибана Не было у власти И это принесло Определенный В головы Афганских женщин Идеи Которые Талибан Не хотел бы Чтобы там были Но это уже сделано И новый феномен Появился сегодня Не только в Кабуле И в разных других городах Даже в Кандагаре В колыбеле Талибана Появились секретные школы Куда девочки ходят Там аккуратненько Под предпетем Чтобы не было хвоста Каждое утро Выходят И так разными ручками Стекаются в эти места И там учатся И даже Некоторые официальные Лица Талибов Вдруг выясняется Посылает своих детей В эти школы Потому что Они хотят Чтобы их дети Имели будущее Это понятно И сегодня В Талибане По этому поводу Нет единогласной позиции Единой позиции Разные фракции Внутри есть Которые Этого идея Полного запрета Сопротивляются И считают Что это Путь в никуда Я абсолютно согласен Я уже не говорю Про то Что есть исследования Я вам много раз О этом говорил Что если женщины Исключены Из экономики А без образования В современном Мировой экономике Нечего делать Как бы совсем Без минимального Хотя бы образования Если женщины Исключены Из этого процесса То страна Теряет 20% ВВП Сегодня 20% ВВП для страны Любой Любую страну Возьмите Если сказать Что вы завтра Потеряете 20% ВВП Это означает коллапс Коллапс страны Фактически экономический Тут снижается На 34% И уже все кричат Караул рецессия Представляете Что такое 20% В общем нужно Чтобы девочки Учились Для того чтобы У страны Было будущее И потихоньку Потихоньку В этом направлении Ну Талибы Говорят вещи На самом деле Иногда здравые Они говорят Смотрите мы не против образования Мы против американских ценностей Которые в итоге Развращают наших женщин Развращают наш народ Мы не хотим Они говорят Ну мы понимаем О каких американских ценностях Идет речь Кстати Вот но Потому как Образование Оно как мы знаем В итоге Если Куда его поворачивать Да в итоге Оно может принести Такие ценности Которые консервативным Обществам Не нужны совсем И это не только Афганистан Здесь такой Да много еще есть Между вот такая Вот консервативная Интервативные ценности Имеют вес И поэтому Они стараются Не допустить Некоторых определенных влияний Которые не очень бы Хотел сейчас произносить И обозначать В итоге С какой-то точки зрения То что и говорят Талибы Можно понять Но опять же Полностью исключить Изучение Элементарных вещей Математики Например Да Литературы Элементарных предметов Да Которые мы Как само собой Разумеющие Как должное Так они Понятно Обрекают свою страну Как бы на То что она будет Продолжать Что-то в каменном веке Ну не в каменном А допустим Там в девятнадцатом веке В девятнадцатом В двадцатом Но никак не в двадцать первом В двадцатых его года В общем Для того Чтобы у этой страны Был какой-то шанс Нужно добиться Какой-то реформы Пока Никакие действия На официальном канал Ни давление Всяких международных Организаций Ни организация Объединенных наций Сама У них не получается Сделать так Чтобы талибы Поменяли свою Официальную позицию Но потихонечку Потихонечку Да И опять же Женщины уже Афганские Получили Вкус того Что может быть Если как бы Жить без талибов И есть определенные моменты Которые уже Очень сложно Будет развернуть назад Как известно Вода камень точит И во всем этом То есть даже Когда руководство В некоторых местах Узнает Талибское О том Что такие подпольные Школы существуют Они не спешат Как бы Проводить специальные Операции И их закрывать В общем и целом Это усиляет Определенную надежду И можно быть Глядишь год-два И талибы Начнут потихонечку Потихонечку Сами себя реформировать Это нормальный процесс Вода Камень точит Друзья Большое спасибо Что были со мной С вами был Кирилл Задов Вы слушали Бутик Политик До встречи завтра Бутик Политик Сказал Как обрезал